БелАЭС прирастет третьим энергоблоком. Давайте соответствующую нам цитату. Власти Беларуси приняли решение о возведении третьего энергоблока на действующей в стране атомной электростанции БелАЭС, сообщает агентство БелТОС, осылка на вице-премьера республики Виктора Хранкевича. Такое решение принято на совещании у президента Беларуси Александра Лукашенко. Подробности будущего проекта, сроки его реализации, источники финансирования издания не приводят. Ранее сообщалось, что в этом году Минэнергостраны представят ТЭО, строительство второй АЭС или третьего энергоблока на БелАЭС. Получается, определились? Ну, я напомню, что вот эта цитата предшествовала другая. Начиналась она. Мы тут с Владимиром Владимировичем поговорили. И после вот этой встречи уже официальное решение. То есть очевидно, что какая-то договоренность была. И сейчас поэтапно, пошагово будем переходить к ее реализации. Путь дорога будет не близкой, но я надеюсь, что все будет вполне успешно. На самом деле, под площадки для атомных электростанций в Беларуси есть три локации. Одну решили реализовать. Наиболее удачную. На тот момент рассчитывали, что удастся выстрелить каким-то образом сотрудничество с Литовской Республикой, но не получилось по причине использования, как бы это сказать помягче, мозгового аппарата облегченного образца. Я бы так выразился. И тут, что касается продолжения строительства атомных энергоблоков, то было два варианта. Либо в Могилевской области, это ближе к восточной границе, то есть ближе к нам, ближе к России. Либо вот то решение, которое сейчас состоялось. Третий блок на той же площадке в городе Островце, белорусская АЭС еще иногда называют Островецкой. Причины, думаю, и так понятно, но на всякий случай скажу. Площадка уже готова. Дополнительные геологические инженерные изыскания не потребуются. Это ускоряет и удешевляет процесс. Выстроена вся логистика, подъездные пути, железная дорога. Еще не успели разобрать дополнительно бетонный завод, который потребовался, потому что любая атомная электростанция, это миллионы кубометров бетона. То есть вся инфраструктура там готова. Сделать можно проект в достаточно сжатые сроки. Удобно работать государственному регулятору, ему не надо перепроверять площадку. Все известно. То есть вся подготовительная часть может быть сжата до действительно таких оперативных сроков. Лет шесть, семь. Вопрос не в том, насколько построен. Просто обрисовать, когда это может быть реализовано и в каком контексте. Вот давайте так. Могут выступать президенты, премьер-министры, вице-премьера. Пока государственный регулятор Республики Беларусь не поставил подпись, могут разговаривать все о чем угодно, кому что раздумается. Как только пункт первый появится обязывающий контракт, как только будут получены соответствующие лицензии, да, работа начнется. Я думаю, что в таких вот условиях, когда все уже готово, дополнительная работа не требуется. У Беларуси есть собственная строительная компания с опытом строительства атомных электростанций, что немаловажно, потому что атомные строители это отдельные люди. Их не так просто воспитать, обучить, передать нужный опыт. Это уже сделано. Мало того, Росатом аттестовал 8 белорусских заводов на производство оборудования для атомной отрасли. Это тоже отдельные требования. Так что здесь все может быть несколько иначе. Вообще можно на поток поставить. Штамповать? Площадка в Островце выдержит до четырех блоков. Так что третий. То, что еще можно вполне определенно сказать, что это снова будет ВВР-1200, потому что площадок, где используются атомные энергоблоки, разная. Ну, не так много в мире. Это не очень полезно. На одной площадке разные реакторы, немножечко разное топливо, немножко разные хранилища для свежего топлива и так далее, и так далее. Обычно так не делают. То есть чисто теоретически наше союзное государство может перерасти мощностями не только на территории России, которые могут обеспечивать снабжение российских потребителей в том числе, но и на территории Беларуси. Мы можем такое предположить? Можем. Будем ждать дальнейших комментариев. Я надеюсь, что мы услышим какие-то слова и от нашего Росатома. Ему должны же сообщить вот эту новость, что там уже кто-то готовит технико-экономическое оборудование. А может, они уже в курсе? Все может быть. Просто готовят нам... Сегодня воскресенье, мы еще ничего не успели узнать. Новости из Минска поступили в пятницу. Возможно, в понедельник. В следующем воскресенье нам будет что сказать по этому поводу. Вот. А еще мы вот вдвоем ничего не понимаем, притом в крайне грубой форме, как нам сообщили в прошлый раз некоторые наши комментаторы. И вот, возможно, кто-то из них нас все еще смотрит. И мы напомним, для контекста дальнейшего разговора, вот для создания некоторого контекста, мы напомним пять заголовков с сайта Государственного департамента Соединенных Штатов Америки. Пять заголовков, если можно, давайте вот выведем сейчас на экран. Соединенные Штаты укрепляют торговые связи с Кыргызской Республикой. Новая эра в отношении между США и Казахстаном. Президент Трамп укрепляет связи с Туркменистаном. Улучшение отношений между США и Узбекистаном. Соединенные Штаты укрепляют связи с Таджикистаном. Вот. Пока у нас люди некоторые бегают и кричат, что фу, фу на эту Среднюю Азию. Вот почему-то Соединенным Штатам совсем не фу на Среднюю Азию. И они пытаются свои отношения с ней укреплять. Ну, а у нас вот люди бегают и рассказывают, что не надо. К счастью, среди этих людей нет президента Российской Федерации Владимира Путина, который считает, что связи с странами Средней Азии надо укреплять. И вот Российская Федерация и Казахстан договорились укреплять сотрудничество по нефти и обсудили транзит газа в третьи страны. Давайте соответствующую цитату и потом еще одну цитату. Россия и Казахстан договорились укреплять сотрудничество в области нефти и нефтепродуктов. Детально обсудили поставки газа в Казахстан и транзит газа в третьи страны, сообщил президент Казахстана Касым Жамарт Такаев по итогам переговоров с российским коллегом Владимиром Путиным. Вот. А что же это за переговоры такие были? А это были переговоры, в ходе которых была подписана декларация о переходе межгосударственных отношений Российской Федерации и Республики Казахстан на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Собственно говоря, переговоры прошли 12 ноября. Собственно говоря, мы описываем государственный визит господина Такаева в Российскую Федерацию. Государственный. В декабре будет немножко другой. Традиционный, так скажем. Но почему мы вспомнили об этом вроде как в атомной теме? А потому что у этой истории есть и атомное измерение. Потому что Россия выступит партнером Казахстана в создании национальной атомной отрасли. Давайте сообщение с Кремлин.ру почитаем на эту тему. Опять же о том, как нам не нужна Средняя Азия. Ой-ой-ой-ой. Российская Федерация выступит надежным партнером в создании национальной отрасли атомной энергетики Республики Казахстан и в полном объеме выполнит свои обязательства в качестве лидера международного консорциума по строительству первой атомной электростанции в Республике Казахстан. Это вот из текста этой самой декларации. Для тех, кто не в курсе, что такое Казахстан, ну, наверное, несколько слов в атомной энергетике. Про страны, наверное, отдельно надо разговаривать. Казахстан — это главный карбинец атомной энергетики планеты Земля. 40% поставок. 46% поставок. Природные роды урана — это Казахстан. Четыре совместных предприятия с Росатомом. Нам точно надо оборвать все отношения. Господа комментаторы, вы задумывались когда-нибудь об этом или у вас не получалось пока? Попробуйте, вдруг получится, я надеюсь. Нам действительно важно это сотрудничество. Казахстану важно это сотрудничество. Потому что, как показали результаты референдума, проведенного в Казахстане, жители и граждан Казахстана, ситуация сапожник без сапог не устраивает, добывая больше всех в мире руды урана, не иметь собственной атомной электростанции, действительно ошибочно. И теперь это можно говорить с полным основанием. Это не только мое мнение. Это мнение граждан Казахстана. Если кто-то из зрителей, слушателей, считает, что нам это невыгодно, ну, хорошо, давайте дождемся, когда там атомные электростанции начнут строить США. Так, меня вообще во всей этой ситуации, когда нам рассказывают, да ну эти республики Средней Азии, да оттуда только проблемы. Правда, когда слушаешь, там, скажем, докторов наук из этих самых республик Средней Азии, они спрашивают, а почему мы России неинтересны? Как так? Ну, мы же вообще всей душой, надо развивать сотрудничество. И тут задумываешься, а вот люди, которые выступают, да но их, да не нужны, да запретить закрыть границы и оттуда никого не пускать. И вообще, вы на чьей стороне выступаете? Получается, вольно или невольно, вы выступаете на стороне Соединенных Штатов Америки, у которых есть экономические, политические интересы в регионе. На стороне Брюсселя, потому что у Евросоюза тоже есть много интересов в Сентральной Азии. А мы оттуда должны, по вашему мнению, уйти. Дверь заколотить и 8 тысяч километров границы с Казахстаном сторожить. Да не надо сторожить, просто заколачиваем двери, окна, оставим одного пограничника и пса Мухтара, и все, и хватит. За тем, как правильно строить заборы, можно обратиться в Киев. Там есть специалисты и заборщик. Не, зачем? По-моему, в Литве или в Латвии тоже заборы умеют строить, такие сетки рабятся. А вот тот специалист, он, кажется, уже не в Киеве, он где-то в районе Соединенных Штатов. По удачному стечению обстоятельств, кстати, находится. Ну, это ладно. А вот это сотрудничество нужно, важно. И я на всякий случай напомню, что ваше мнение, господа комментари, не совпадает с мнением не только Владимира Путина, но и многих-многих других. Не совпадает с мнением руководства Московского инженерно-физического института, который открывает филиалы и в Казахстане, и в Узбекистане. Наших нефтяных компаний, которые тоже открывают образовательные учреждения на территории республик. Ну, это как-то так. Другого мнения придерживается, например, наша нефтяная отрасль, поскольку через территорию Казахстана в Китае уходит 10 миллионов тонн российской нефти, минуя все санкции и прочие проблемы. Другого мнения придерживаются многие в Сибири, потому что они знают, что если привести в порядок наши железные дороги, сибирские товары через территорию Казахстана и Туркмении будут уходить в Иран, на бережок Персидского залива. Вот прежде чем разговоры разговаривать про заколочные двери, ну, откройте хотя бы географическую карту, подумайте. Возможно, людей сейчас подводит вот это отсутствие границ, которые рисуются на карте Яндекса. Не сочтите за рекламу. Потому что открываешь, а там границ нет. И непонятно, а где, кто, что. Кажется, ну, как-то вот, а может, и нет этой границы, а может, вообще мы как-то отдельно существуем. Нет, мы отдельно не существуем. И для иллюстрации, ну, может, все это так, какое-то теоретизирование, ну, мало ли какие там заголовки опубликовали на сайте Госдепа. Ну, подумаешь, президент Соединенных Штатов вот с пятью главами пяти среднеазиатских республик встретился. Ну, ерунда ведь. Ну, правда, ну, ерунда. Вот штатам интересно, а нам не должно быть, утверждают люди, которые вольно-невольно выступают за интересы Соединенных Штатов, видимо. Так вот, давайте про... Из сообщений Госдепартамента Соединенных Штатов выдернем маленькую штучку, а именно, Узбекистан приобретет у американских компаний ядерные реакторы для малых атомных электростанций. Президент Трамп приветствовал заключение крупных сделок на миллиарды долларов. Это из сообщения только про Узбекистан. Без всех остальных, там подобного рода формулировки тоже были. Оправданные, не оправданные, это отдельный разговор. Но эти сделки включают в себя вот... Первоочередное право на добычу полезных ископаемых на совместно разрабатываемых месторождениях и участие в совместном картировании месторождений критически важных полезных ископаемых. Далее. Первоочередное право на добычу полезных ископаемых. Так, у нас что-то полезные ископаемые. Короче говоря, да, полезных ископаемых много. И далее там шла речь о том, что да, вот, обязуются купить купить малые атомные реакторы. К нашему счастью, пока нет этих малых атомных реакторов. К нашему счастью, есть возможность смотреть не только на сообщения на сайте Госдепартамента, но и сообщения УЗАТОМа. Они по-восточному аккуратны. Узбекистан обязуется изучить проекты атомных станций малой мощности, как только будут введены в эксплуатацию референтные блоки. Как только в Соединенных Штатах атомные станции малой мощности будут построены, специалисты из Узбекистана приедут изучать. Это произойдет очень скоро. Это да. О, нам тут уже пишут люди, которые выступают на стороне Соединенных Штатов. Цитируем людей, которые выступают на стороне Соединенных Штатов, вольно или невольно. Предлагайте забыть, ну, мы прочитаем в эфире, если вы не против, предлагайте забыть геноцид русских в Средней Азии. Конечно, это всего лишь люди. Это было почти 30 лет назад. Главное бабло пилить. Нет, дорогой друг, главное помнить вот об этом и ни в коем случае не развивать новых отношений, потому что нужно открыть эти страны для Европы и для Соединенных Штатов. Рядом-то нет, ну, то есть рядом нет России, которой надо развивать свои отношения с этими странами, да, дорогой зритель. Под вот эти вот крики, которые, безусловно, очень ранят сердце каждого, нужно почему-то открывать эти страны Соединенным Штатом, да? Просто они почему-то туда идут, а нам рассказывают. Закрыть границы, помнить о всех неприятностях. Кстати, а если там у них тоже будут помнить о всех неприятностях, которые так или иначе были связаны, ну, знаете, в нашей сложной истории с нашей страной. Вот вы им даете какое-то право тоже из этого делать какие-то выводы на следующие лет 100, 200, 300 взаимоотношений с Россией. И не приведет ли это к тому, что экономические связи, а значит и политические связи, они будут выстраивать с Соединенными Штатами, с Европейским Союзом, со всеми последующими, извините за тавтологию, последствиями. Нет? Нет такой взаимосвязи. Ну что ж, в таком случае, дорогой зритель, выступающий за интересы Соединенных Штатов, вы большой молодец. Не, ну почему же за интересы Соединенных Штатов? Может, он за интересы Евросоюза? Нет, 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 я хорошо, я не настаиваю. Может быть, даже за интересы Турции, которая тоже проявляет некоторые экономические вот интересы странами Средней Азии. Подходим, если человеку хочется отстаивать интересы Вашингтона, Брюсселя, Анкары, пожалуйста, действуйте. Ну, это же называется главное бабло попилить. Да, главное бабло попилить. Именно так, именно так. А вы высокоморальный человек, который помнит все обиды, все безобразие нанесенное. Кстати, там тоже помнят все обиды, все безобразие, но мы почему-то возмущаемся, когда у них там о чем-то таком помнят и друг другу рассказывают. А вот себе, да, вы знаете, там было всякое. Там было всякое. Много всякого было. Кстати, а с Германией мы как? Можем отношения развивать? А Китай? Может с Японией отношения развивать? Да и нам-то с Китаем. А уж про Монголию даже думать-то просто... Страшно. Нет, страшно. Кстати, да, у нас же... Я вам страшно расскажу. Вы представляете? У нас есть экономические связи с Монголией. Пожалуйста, напишите. А то мы забыли, что же там происходило с Монголией. Ей, у нас несколько сотен лет назад. Видимо, мы просто низкоморальные люди, потому что как это... Всего лишь люди. Это было почти 300, 400, 500, 600, 700 лет назад. Главное бабло пилить. Да, да, да. Так вот, с Германией можно иметь отношения? А Китаю с Японией можно иметь отношения? А Корее с окружающими можно иметь отношения? Или всем надо запереться и только помнить старые обиды? Почему-то, когда так делают, тут же приходят другие добрые люди, говорят, молодцы. Хорошо, что вы сидите, друг с другом поссорились, друг к другу в гости не ходите. Кстати, вот что вам надо теперь делать друг с дружкой. Мы вам сейчас расскажем. Ну, вы молодец, высокоморальный вы наш зритель. Расскажите, пожалуйста, как нам надо разорвать все связи с Монголией. Кстати, вам для... Вот сейчас у вас мир взорвется. Поинтересуйтесь, кто был второй страной по величине помощи во время Великой Отечественной войны. Кто был второй по величине страной, оказывавший помощь Советскому Союзу. Просто поинтересуйтесь. Итак, переходим дальше. Вот после этой вот бедутки переходим дальше. Давайте мы про Лукоил и лицензии поговорим немножечко. Мне кажется. Я даже Турцию вот предлагаю уже вот просто отбросить, потому что... Да, немножко о полночной дипломатии надо поговорить. Или про Турцию скажем. Ну, там, по-моему, вот текст ничем не отличается. Внезапно выяснилось, что Турция желает строить по американским проектам вторую атомную электростанцию. Ну, я-то могу на русский перевести, только нет у нас денег на вторую атомную электростанцию, поэтому будем валять дурака ближайшие лет 10-20. Как-нибудь с одной обойдемся. А вот все эти рассказы про Синоп, Фракию, на всякий случай напоминаю, что можно обсуждать наиболее перспективные позиции у Соединенных Штатов. Соединенные Штаты не строят атомные электростанции. Вся атомная энергетика в Соединенных Штатах в руках частных компаний. Я думаю, мы ничего не скажем про боевой лазер, да? Ничего не скажем. А то нас спрашивают. Это, пожалуйста, к военным специалистам, к военным экспертам. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok